Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Земля талантов». Это большой ежегодный детско-юношеский творческий форум, который проходит под эгидой КПРФ. В нем принимают участие юные певцы, танцоры, художники, чтецы, актеры. В этом году, несмотря на пандемию, конкурс все-таки состоялся. Подробнее в следующем материале. Ярко, интересно, с большим количеством конкурсантов каждый год проходит «Земля талантов» в Омске. В этом году победители получают кубки, грамоты и самый главный приз – поездку на финал в Москву. Особенность этого конкурса в том, чтобы дать возможность детям из самых удаленных уголков нашей страны выступить на большой столичной сцене перед жюри, в котором их талант оценят известные на всю страну актеры, режиссеры, продюсеры, хореографы. В этом году из-за пандемии было принято решение проводить конкурс по видеозаявкам. Орг. комитет Омского конкурса «Земля талантов» собрал авторитетное жюри, в которое вошли признанные мастера в разных творческих направлениях. Все они отсматривали и оценивали работы конкурсантов удаленно. На конкурс прислали заявки более ста юных талантов из Омска и Омской области. Есть участники из соседних регионов – Томска, Иркутска, Кемерово. Тема конкурса этого года – «Дети войны», посвящена юбилею Великой Победы. Критерий соответствия теме – один из важных на земле талантов, но не основной. Главная задача конкурса – увидеть и отметить у детей их творческий потенциал. В процессе работы оказалось, что ставить оценку участнику по видеозаписи совсем не то же самое, что при исполнении номера вживую. Впервые за столько лет конкурс прошел в несвойственном для него онлайн-формате. И преподаватели, и дети надеялись на чудо, на то, что будут сняты эти карантинные ограничения, и они смогут выступить на живой, настоящей сцене, перед живым зрителем. Ну, или, по крайней мере, снять достойное, качественное видео. Но, увы, не у всех получилось, но мы, как члены жюри, все приняли во внимание и отнеслись к этому довольно объективно. В этом году чуть-чуть проще было, потому что некоторых участников можно было переслушать по несколько раз, что я, собственно, так и делал. Потому что иногда сложно сходу поставить участника на определенное место. Но есть и все-таки минус энергетики, вот не хватало той, которая идет со сцены. Понятно, что, когда на сцене все это происходит, дети гораздо больше волнуются, мы это чувствуем, как жюри, но при этом гораздо получается честнее. Участники этого года – невероятно талантливые, интересные и подающие большие надежды творческие личности. Хорошо показали себя театральные коллективы из Кормиловского района и Дворца культуры Кировского округа Омска. Впервые в нашем конкурсе принял участие пионерский отряд имени Михаила Малиновского из поселка Чернолучье Омского района. Члены жюри отметили вокалистов, чтецов, танцоров из Омска, Тевриза, Марьяновки, Калачинска, Сидельникова, Москаленок и других районов области. Нас было восемь почти погодок, кому по восемь, а кому без года. Теперь четыре по разным поводам, кто от бомбежек, а кто от голода. И на тревогу, как на свидание, засунув кукол в мешок для обуви. У смерти в зале для ожидания, считалки детские твердили шепотом. Нурсултан Сепилов победитель в своей возрастной группе. Из-за пандемии медаль лауреата и диплом он получил не на сцене, а возле своего дома творчества в поселке Марьяновка. Он рассказал нам, что найти подходящий номер было очень непросто. Песню «Дора-Дора-Помидора» на просторах интернета нашла его мама. Это было прям похоже с войной. Как будто это прям какой-то человек видел это и рассказывает. И еще мне эта песня понравилась, потому что она душевная. И ее можно актерством прочитать. Марьяновка в средней возрастной группе получила аж два первых места. Еще один номер, придуманный специально для нашего конкурса, талантливо исполнила юная артистка Кристина Купченко. Девочка учится в музыкальной школе и занимается эстрадным вокалом. Тема была очень сложная. И я считаю, такая война глазами детей. И как бы даже я не знала сначала, что подобрать. Перелопатили весь интернет. И тут мы нашли стихотворение. Девочка и Мишка. Автор Лора Тасси. И у нас есть замечательный местный композитор, Николай Горбунов, который нам согласился помочь. И буквально за две, за два вечера, за две ночи, как скажем, была написана эта песня. Кристина так вжилась в это произведение, что даже скажу, за один дубль мы его записали. В соседнем районе, поселке Москаленки, нас тоже ждали победители омской земли талантов. Лауреат третьей степени Арина Шилаева и лауреат первой степени Синеокая Купава. В номинации вокал в жанре народной песни Купава исполнила валенки. Надо сказать, что в годы войны эта песня в исполнении Лидии Руслановой была необыкновенно популярной. Награды москаленским участникам вручал молодой депутат местного совета от КПРФ Бронислав Дроздович, который, кстати, и сам является незаурядной творческой личностью. Который год подряд проводится этот конкурс «Земля талантов». Я горд именно тем, что именно москаленцы побеждают, потому что я являюсь депутатом москаленского городского поселения. Спасибо огромное родителям за то, что они вкладываются в детей, свои силы, свое время. И я надеюсь, что москаленские ребята будут и в следующем году победителями. Большими друзьями нашего конкурса становятся не только дети, но и их родители, и руководители коллективов, которые помогают юным артистам готовить номера специально для «Земли талантов». У меня очень яркие и бурные впечатления от вашего конкурса. Мы участвуем очень часто в конкурсах, мои дети получают призовые места, но когда мы приехали в прошлом году к вам, мы просто сказали «вах!». Было все организовано супер. Большой плюс, что вы бесплатно везете детей в Москву. Это просто никто больше не делает. Конечно, это только ваш конкурс. В общем, даже дело не в Москве. Дело действительно в вашей организации, в вашей добродушной атмосфере. В самое ближайшее время такие же экспресс-награждения состоятся в Омске, Тевризе, Устешиме, Сидельниково, Калачинске, Саргатке и других поселках нашей области, которые направили своих замечательно одаренных детей на нашу «Землю талантов». Далее историческая справка. 31 июля 1956 года ЦК КПСС принял решение о развитии жилищного строительства в СССР. В принятом постановлении значилась задача в кратчайшие сроки достигнут значительного прироста жилищного фонда. Покончить с недостатком жилья в СССР было необходимо в течение ближайших 10 лет. Так началось строительство домов, именуемых в народе хрущевками. К началу 70-х годов в СССР было построено около 400 миллионов квадратных метров жилья. Примечательно, что тогда для хрущевок был установлен срок жизни всего в 25 лет. После их думали снести и построить новые дома. Однако этим планом было не суждено сбыться. Хрущевки до сих пор стоят в российских городах уже более чем вдвое пережив отведенное им время.